ПЗ-Б2 Покупают для того, чтобы продать ее, получить место в ангаре и, соответственно, получить голду. Так вот, если вы будете продавать ПЗ-Б2, вы за него получите 1500 золота. Само же предложение вам обойдется в 5 баксов. Стоит или не стоит, безусловно, покупать или не покупать, это все-таки решение за вами. И мне рекомендовать или не рекомендовать прям как-то остро подобное предложение, но немножко не с руки. Потому что я, честно говоря, сам сомневаюсь, стоит ли этот набор своих денег. Что касается того, что в него положили. В него положили целых 25 бустеров на золото. Это немало. Если вы средний игрок и будете играть 50 на 50, победы, поражения, вы получите 375 голды. Того получается 1875 золота. Вы с этого всего заберете, если продадите ПЗ-Б2. У вас есть еще возможность достать что-нибудь из контейнера. Собери их все. А если ничего не вывалится, то вы оттуда получаете себе, как обычно, один из талисманов. И этот талисман выпадает с вероятностью 95%, что говорит о том, что если машина не выпала, талисман однозначно вам упадет. И, соответственно, если вы соберете необходимое количество талисманов, а именно 7, то вы заберете себе целую 1000 золота. Ну вот какая-то такая математика получается. Что касается камуфляжа, то окисленный металл недавно, кстати, был в приказе, который, возможно, не всем выпал. Я лично его себе и забрал. Но, честно говоря, под данную машину он как-то не очень сильно подходит. Ну ладно, окей, хорошо. С этим проехали мимо. Что касается X5, то на любые тачки в количестве 5 штук. Не существенно, но все-таки сделает свой вклад в развитие какой-нибудь из веток, которые вы пытаетесь выкачать. Есть 25 бустеров на опыт и на свободный опыт. Есть, соответственно, слот в ангаре, чтобы машинку поставить. Открытое все оборудование, но на 4-м левеле оно не сильно дорого и стоит. И есть еще, ребят, приказик. И если вы победите в 10 боях в течение одного дня, то вы получите еще возможность открыть мистический контейнер, из которого, возможно, вам выпадет мистический сертификат. Ну а оттуда уже какая-то из машин, начиная от 5-го и заканчивая 10-м левелом. Вот такое вот предложение. И что касается конкретно ценника на данное предложение, ну я, честно говоря, не знаю. Вот серьезно, если вы коллекционер, то, возможно, данное предложение вам будет интересным, если у вас нет ПЗБ-2. Ну а если вы не коллекционер, то дальше уже считайте сами на калькуляторе, во сколько вам лично обходится с вашими ценниками в магазине 1 тысяча золота, ну и плюс-минус прикиньте, стоит ли данное предложение тех денег, за которые его продают. Что касается самого ПЗБ-2, это один из четырех тяжелых танков, которые есть у нас на четвертом уровне. В других нациях, а именно кроме Германии, Британии и Франции, тяжелых танков на четвертом уровне нет. Таким образом, получается, что есть две коллекционки, это ДВ-2, это ПЗБ-2, который мы с вами обсуждаем, Матильдочка всеми любимая и Б-1. Точная копия, ребят, практически, ПЗБ-2, обратите внимание, крайне похожа машина, единственное, что здесь есть что-то непонятное, торчащее, какая-то пушка, не пушка. Вообще странно, если здесь есть пушка более мелкого калибра, то окей, хорошо сделали бы ее какой-то там, я не знаю, ну типа вспомогательной или я... Ну, короче говоря, я понимаю, что перерисовывалось, скорее всего, из какой-то реальной машины, но коль в реальной жизни данная машина обладала здесь орудием, ну, наверное, оно здесь должно было быть хоть как-то реализовано, и это одна из идей, которые хотелось бы подкинуть разработчикам. Ребят, давайте что-нибудь добавлять, помимо обычных орудий. Может, пулеметы какие-нибудь, которые хотя бы по чуть-чуть хп-шки снимать будут. Ну ладно, это я так, просто отступая от темы. Что касается ПЗБ-2 в отношении его орудия, то по орудию здесь, я бы сказал, ничего уникального нет. Здесь вообще написано, что это орудие от второго левела на машине четвертого уровня. И чем оно классное, я, честно говоря, ну затрудняюсь ответить. Серьезно, для своего уровня, да, время сведения классное, 2.6, разброс нормальный, все окей. Урон в минуту целых 1125, но посмотрим в сравнительной таблице с другими ребятами, которые есть на уровне. Время перезарядки всего лишь 4 секундочки. Это действительно крайне комфортно, крайне классно для тяжелого танка. Единственное что, ребят, не одним только временем перезарядки сыт будешь. Средний урон при этом всего лишь 75 единиц, а это, ребят, четвертый левел. Это не второй, но окей, не третий. Это целый четвертый уровень, который еще и к пятеркам попасть может. Угол склонения орудия вниз минус 10, но это практически ни о чем конкретно на данной машине. Порой позволяет где-то как-то там от башни отыгрывать. Но я бы не сказал, что именно для этого стоит использовать этот угол склонения. Больше для просто комфорта в отношении отыгрывания на неровности. Что касается брони. Хотел бы я сказать, что данная машина классно забронирована, но если вы посмотрите на брата-близнеца, а именно на B1, французский тяж, то вы обратите внимание, что француз забронирован гораздо лучше. То есть, если мы еще раз вернемся к B2, вот он и вот француз. У француза забронирована башня по щекам. И у француза забронирована, сейчас секундочку переверну, вот так вот. У француза забронирована гораздо лучше вот эта часть, допустим, да, если вот так вот посмотреть. И что касается кепки, она же ком-башня, то обратите внимание, что у нашего героя она не обладает какой-то там существенной броней. Здесь же броня какая-никакая все-таки есть. Короче говоря, в отношении брони, вроде бы, француз должен отыгрываться лучше. Единственное, что нижний бронелист, который состоит из двух частей, правая и левая, он действительно является картоном. Здесь же ничем не отличается верхний бронелист от нижнего бронелиста. Ну, разве что привиденкой, но опять-таки, зачем вот сюда вниз бить, если можно бить сверху, там где привиденки нет. И это, ребят, повторюсь, четвертый левел. Если мы посмотрим на вторую коллекционку ДВ-2, то здесь более грустно, вопросов нет. Даже спорить не буду, ну а если мы возьмем всеми нами горячо любимую Дану нафиг, именно так говорят об этой машине те, которые сталкиваются с ней в бою, видя ее в виде соперника своего, то, ребят, здесь, безусловно, ну все куда лучше по броне и привиденки гораздо лучше. И от башни здесь отыгрывать можно и время перезарядки кайфовое. Так вот, ребят, если мы с вами посмотрим на сравнительную таблицу, то обратите внимание, что вроде бы по ДПМу вроде не так уж и плохо, но в то же время бы хотелось лучше. Потому что, допустим, да, безусловно, ДВ-2 существенно падает там ниже Плинтуса по своему ДПМу. Вот что касается Б-1, то они практически одинаковые по своим возможностям. Да, разница есть, но она не прям там супер существенная. 70 единиц приблизительно, ну такое себе. А вот наша Матильда проходная разрывает просто в клочья своим орудием просто всех, кто есть из тяжелых танков на уровне. Да, пускай нет альфы какой-то крутой, но, блин, ее скорострельности ДПМ, с учетом наличия брони, это просто реально чума какая-то, по-другому не назовешь. Что касается нашего героя, то здесь, в принципе, ну все терпимо, все нормально, но эти показатели были бы хорошими для, допустим, там третьего уровня. Это максимум. Еще и если бы его к четверкам не бросало. Ну а на четвертом уровне с возможностью попасть к пятеркам, или если, допустим, вы схлестнетесь с той же самой Матильдой морда к морде, то ваша морда потечет, а Матильда будет улыбаться при этом. Что касается времени сведения, да, здесь, конечно, все круто, все окей, все гораздо лучше, чем у конкурентов. Что касается разброса, я бы не сказал, что он какой-то там унылый, но есть, как вы видите, и лучший показатель на уровне, опять-таки, у той же Матильды, да, и у, в принципе, проходного B1. Скорость у данной машины, я бы не сказал, что она унылая, но она далеко не скороходка, и, безусловно, если сравнивать, допустим, с ДВ-2, то отстает прям существенно. Но, в целом, ребят, это далеко не самая большая проблема в данном аппарате. Что касается доходности, а вот здесь, ребят, уже становится интересно. Дело в том, что наш герой, он действительно самый доходный тяжелый танк на своем уровне, 120% доходности. Это, безусловно, ребят, я говорю не к тому, что вы будете конкретно на BZ, B2 фармить себе серебро и пополнять копилку. Это я говорю о том, ребят, что если вы играете на четвертом уровне сугубо ради фана, чтобы заехать и просто повеселиться, да, там, как-то отдохнуть, то у вас, по крайней мере, не будет огорчения из-за того, что вы ушли в минус по результатам боя. И как бы грустно вы не сыграли на B2, вы все равно будете в каком-нибудь там мизерном плюсе. И обратите внимание, кстати, ребят, на то, что на данной машине играло 110, грубо говоря, игроков против 110 на проходном. И если на проходном у нас 53 с копейками процента побед, то здесь целых 64. Но связано, ребят, это с тем, что здесь играют игроки, которые катают его ради фана и интереса. Те, которые уже далеко зашли там по уровням, скорее всего, имеют достаточное количество десяток, восьмерок, премиумных машин разных коллекционок. И они на этой конкретном машине играют чисто ради фана и веселья. И руки у них гораздо ровнее стоят, чем у тех ребят, которые только начали играть. И играют на B1 только лишь для того, чтобы пробиться на уровень выше. Но я думаю, логику мою вы поняли. Что касается других двух товарищей, то тоже самое касается и Матильды. Но обратите внимание, у Матильды процент побед выше, чем у проходного B1 нашего. И это связано с тем, что Матильду периодически тоже выкатывают ребята ради фана, а не просто ради того, чтобы пройти на следующий уровень. Ну что, саму машину обсудили. Единственное, что нам остается, это взять ее и выехать из ангара в бой. Я в предчувствии не сильно какого-то позитивного боя, не сильно надеюсь на какие-то супер классные результаты. И честно говоря, BZ-B2 мне не очень сильно заходит как аппарат для фана. Как фармера его рассматривать смысла абсолютно никакого нет. Поэтому единственное, для чего данная машина предназначена, это либо быть проданной для того, чтобы получить за нее золото, либо для того, чтобы выехать на ней, для того, чтобы повеселиться, покайфовать. Но, я не знаю, там максимум третий вариант, это все-таки, наверное, поставить ее просто в ангар в виде коллекции, поставить галочку, что она у вас есть, и возвращаться к ней крайне-крайне редко, только для того, чтобы кому-то похвастаться ей. Ну вот, в принципе, вот это вот и есть три варианта, для чего данная машина может понадобиться. Что касается продать ее за голду, если бы я покупал себе ее, то однозначно только в коллекцию, а не ради того, чтобы за золото продавать, но говорю только за себя. Что касается пофаница на ней, я сомневаюсь, что данная машина очень часто будет радовать вас веселыми и классными боями. Ну что, ждем, пока нас наконец-то втыкнет в наш четвертый уровень и засунет нас в бой, ну и сразу продолжим, как только этот бой начнется. Итак, друзья мои, наконец-то мы попали в бой, и посмотрев на список команд соперников, у меня сразу возникло вот это вот «да ну нафиг», когда я увидел там две Матильды. Я не знаю, честно говоря, что мне с этими Матильдами делать, и вообще могу ли я что-то с ними сделать. ДВ-2 поехал играть в ПТ-шку. Я не знаю, в чем смысл, но орудие не совсем то. Ладно, я не критикую там никогда никого вот так вот прямо и не рассказываю, кому как играть. Я не настолько профессиональный игрок, чтобы давать какие-то прям суперсоветы, но уж тем более, чтобы кого-то поносить за то, что он играет не очень качественно. Играет, как играет, там дальше видно будет. Что касается подвижности. Тяжелый танк едет тяжело. Вот как-то так я могу это охарактеризовать. Здесь уже полным ходом бой идет, но я потихоньку тоже подкатываюсь, и, глядишь, тоже смогу им чего-нибудь сделать. Что касается точности по орудию, сейчас попытаемся заценить, но на таком расстоянии я бы не сказал, что это является показательным. Ну вот, время сведения действительно классное, вопросов нет. Что касается самого разброса, то я бы сказал, что он великоват, с учетом всех характеристик по орудию. Хотелось бы, чтобы было немножечко получше. Точность по орудию. Я бы не сказал, что белки в глаз, но попадаешь. Попадаешь, и слава богу. Но когда ты попадаешь и делаешь вот этот вот непонятный, мизерный урон на 76, и при этом от четверки, а двадцатки тебе не заходит 140, и слава богу, что не зашло, то ты понимаешь, что если ты будешь играть в размен, то явно этот размен будет не в твою пользу. Ну вот, 78, да, вот, ну радует то, что это тройка. И эта тройка ведет себя не сильно адекватно. И, возможно, это мой шанс там где-то чем-то как-то пожелиться пока. Плюс к тому я типа помогаю держать тыл такой весь, крутой. Но, блин, вот эти 78, 79, танцы с бубном реально такие, ну, прям совсем жесть. Дали бы ему, блин, нормальных 110-120 урона, и было бы нормально, комфортно, классно. При этом все, уже все мои союзники слились. Я такой весь красавчик пытаюсь что-то тут сделать. Вот Сентинел, который меня сейчас разорвет просто как тузик грелку. И очень обидно становится, когда ты, играя на тяжелом танке, отхватываешь как легкие танки и особо ничего противопоставить не можешь. Да, я типа крутой чувак сделал сейчас три фрага. Но сказать, что прям вот с каким-то фаном, не сказал бы. Фана было бы гораздо больше, если бы я мог бы наносить какого-то там существенного урона. Вот Матильда. И вот ее красная башня, от которой Матильда великолепно сейчас может отыгрывать, накидывая мне 149, да, вот залетело 68. Но, блин. Ну, вот и все. Вот, блин, и эти слова будут преследовать вас постоянно, когда вы будете играть на данной машине. Да, я сделал 4 фрага. Я отправил троих товарищей отдыхать в ангар. Я типа что-то сделал для победы, но я сделал это слишком поздно. И сделал это слишком поздно, потому что вы сможете накосить какого-то урона, только если весь бой реально будете постоянно отстреливать. А если вы там до средины боя нормальный результат по настрелу не даете, то за это время ваши союзники, как правило, сливаются. Ну, либо они делают урона больше, чем вы, и тогда, возможно, выживают. Что касается результативности по команде. Я крутой чувак, я занял первое место с существенным отрывом. Получил ли удовольствие от боя? Честно говоря, не очень. Мне было бы гораздо веселее, если бы я мог все-таки забрасывать, ну, хотя бы по 100 единиц урона. Ну, хотя бы, ну, даже не по 100, по 110. Тогда действительно был бы какой-то, вот знаете, такой адреналин и фан от боя. А когда ты вот так играешь, ну, мне, честно говоря, очень сильно не хватает. Что касается фарма по серебру, то, как вы видите, 21400 с учетом активированного прем-аккаунта. Без прем-аккаунта было бы 14200. Этого немало. Этого достаточно для того, чтобы не находиться в минусе, даже если вы проиграли и проиграли с треском. Вот такой вот он, ПЗ-Б2. Это абсолютно честное мнение по поводу данной коллекционки. Пишите свои комментарии. Обязательно подписывайтесь на мой канал, если вы за честность в этой игре, за честные обзоры и честное мнение. Я стараюсь ради вас, а ваши подписки очень помогут мне развивать мое начинание. Не очень сильно хотелось бы пробиться в топ ютюберов в отношении Блица. Спасибо вам большое за просмотр. До встречи в новых видео. Мира вам, друзья мои. И обязательно спокойствие. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok